Накануне победив в первом домашнем матче суперлиги одного из лидеров первого дивизиона Курская Динамо Фарм, баскетболистки Спарта НК-2 на этот раз не смогли повторить успех. Белоголубые с первых секунд принялись за дело и повели в счете. Стоит отметить, что девушки из Курска в целом держали нить игры стартовой четверти в своих руках. Второй период вышел малорезультативным. Счет на табло менялся нечасто. Но даже при такой игре наша молодежка увеличила отрыв. Поддержать команду пришли баскетболистки основного состава. Они молодые все девочки. Первый год некоторые вообще в «Спартаке» играют. Тактики много, поэтому все привыкают, протираются. Я думаю, все получится у них в дальнейшем. У каждой большой запас амбиций, навыков. И если каждая покажет хоть половину того, что она может, то может чудеса баскетбола на площадке показывать. В середине третьей четверти «Динамо Фарм» окончательно выбилась в лидеры. Последовавшее среднее попадание Валерии Харлановой заставило хозяек взять тайм-аут. Но помог он «Спарте» лишь отчасти. Серия забитых мячей лишь несколько сократила разницу в очках. На каждую игру и первой, и второй команды обязательно. На сегодня как нам играли? Ну хорошо, жалко, немножко отпустили по счету. Но я думаю, выровняют. Я верю в нашу команду. Навязав Курску серьезное сопротивление в первых трех четвертях второго домашнего поединка, но позволив гостям оторваться на финишной прямой, наши баскетболистки не сумели повторить итоговый успех и уступили «Динамо Фарм» со счетом 44-61. Следующие два матча первой дивизиона женской суперлиги «Спарт-НК-2» снова проведет на домашнем паркете. 7 и 8 марта наша молодежка сыграет против клуба «Казаночка». Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.